Музыка Да, я ухожу, ты говорил. Шалом! Шалом! Очень большая честь и очень радостно быть здесь с вами. И вам большой привет, а ваше гости не проведет пердичь. И вы знаете, ну понятно, кто слышал как раз про пердичь. Знаете, я вам расскажу быстро пару коротких историй о пердичь, чтобы вы как бы поняли немножко, что это за место. Как бы, вот все для вас слышали, что есть ограбление по-американски, по-итальянски, а есть ограбление по пердичь. Знаете, есть такая старая еврейская мастер, мастер про ограбление по пердичьевски, когда среди ночи вламываются, понятно, пердичьевые еврейские ограбители, И они пришли к одному еврейскому. Он пришел и человек, он выходит, ночью он спал, его разбудили, он выходит. Он говорит, что вы хотите, товарищи? Они говорят, ну вы пошли, не ограбить вообще. Я говорю, да. И что вам надо? Они говорят, ну, как что вам надо? Нам надо золото. И что, вам много надо? Они, знаете, постепенно от этого диалога начинают теряться. И говорят, уже так, сколько у тебя есть? Он говорит, ну вам 105 килограмм хватит. Он говорит, конечно хватит. Он говорит, царочка, золото, выходи за тобой пришли. Поэтому, если вы думаете, что это только майса и шутка, я вам расскажу реальную историю, которая была с одним нашим братом в нашей общине. Он один из первых начал ремонтировать машины иномарки. И у него тоже у одного из первых была иномарка. Но, как часто это бывает, знаете, сапожник без сапог. Эта машина, на ней мог ездить только он, потому что там надо было что-то подкачивать вручную. Каким-то проводком постоянно выбивать какую-то искру. И помимо этого всего, эта машина была настолько захламлена, что вам себе трудно приехать. Просто. И однажды утром он просыпается. Его жену зовут Голдочка. Голдочка смотрит в окно. Говорит, Дима, иди, там твоя машина открытая. А он все включает. Он говорит, если настояло целую ночь открытая, значит, последние полчаса, пока я включаю. И потом я пойду посмотрю, что же там случилось. Ну и он спускается. После этого всего спускается как на машину. И вы не поверите. Ее пытались угнать. Ее угнать не смогли. И воин оставили ей десять рига и записку. И в записке было написано. Так жить нельзя. Это реальная история. Реальная история. Поэтому был вот такой вот дырдичек. И у нас в действительности там община. Общине уже семнадцать лет. И эта община началась с такого еврейского фестиваля в конце девяностых годов. И вот эта первая волна, которая покаялась в общине, они... Многие из них, кто-то совершил в Алию, сейчас находится в Израиле, кто-то в Германии, кто-то в Америке. Потому что когда эти люди пришли в общину, у многих из них уже документы были на... У кого-то на репатриацию, у кого-то на эмиграцию. Вот. И постепенно община, она как бы живет своей жизнью. И вы знаете, у нас есть несколько дочерних общин. И мы с вами участники одного большого Божьего дела и одного большого Божьего восстановления. Спасения Израиля, восстановления Израиля через Свою Мессию, через Свою Спасителя. И мы верим, согласно Слову Божьего, что есть два, две такие как бы линии пробуждения, которые по Писанию будут раскрываться все больше и больше. Одна – это линия пробуждения в Валуте, в России, когда народ Божий, еврейский народ, он будет поворачивать свои сердца к Мессии. Это то, что отчасти происходит. И вторая, безусловно, важная, основанная на десятках и сотнях пророчеств – линия пробуждения – это пробуждение в Валет с Израилем, в земле Израиля, где непременно, как написано, весь Израиль спасется. И вы знаете, помимо тех хороших вещей, что церковь открывает для себя еврейские корни, и у нас в действительности хорошее взаимоотношение с церквями. И, допустим, на эту хануку у нас были представители практически всех церквей нашего города, включая и православных киевского патриархата, и католиков, священников, которые праздновали вместе с нами хануку, и Песах с церквей. Но, помимо этого, есть еще одна хорошая вещь, которая происходит – это то, что еврейский народ, наш народ, он поворачивает сердца к своему мессии, и приходит в общину, и в действительности на Украине, это набирает обороты, и этому есть много хороших свидетельств, и это распространяется как бы и дальше. И поэтому мы верим, что то, что Бог делает, оно будет усиливаться и в земле рассеяние, и в аэрос Израиль, потому что то, что Бог обещал, Он непременно исполнит, Его народ будет спасен, и по мере расцветия этого спасения, пробуждение Божие захватит и другие народы, потому что судьба, как я верю, согласно римлянам 11 главы, судьба пробуждения других народов непременно связана с пробуждением Израиля. И чем больше будет пробуждаться Израиль, тем больше силы воскресения будут действовать других народов. И у нас, как бы, если говорить о моей истории, я, знаете, родился в такой больше православной традиции, чем еврейской. Мне всегда было интересно, вот я искал Бога по-своему, и в какой-то момент Бог меня привел в 90-х годах, я был подростком, Бог привел меня в хорошую харизматическую церковь, вот, и я там уверовал, вот меня очень сильно Господь зацепил, я начал пропагандовать, приводить своих друзей, начал молиться за свою маму, которая сначала была очень против того, чтобы я пошел в такую, как бы, если можно выразиться, для советского пространства нетрадиционную церковь, и она сначала была категорически против, я молился, и она тоже уверовала, пришла в общину, пришли там другие родственники. Но вы знаете, как бывает часто в жизни, если мы не бодрствуем, с нами могут происходить не очень хорошие вещи. И постепенно, с одной стороны, у меня появились какие-то обиды на моих братьев и сестер, на моих наставников, знаете. И с другой стороны, центр моей жизни, моего общения, он переместился из общения с верующими людьми в компанию неверующих людей. И в какой-то момент мне начало казаться, что я что-то упускаю в своей жизни и что-то очень по-серьезному теряю, когда я служу Богу, когда я трачу свое время на служение, на посещение служений, когда я смотрел и думаю, да, ну зачем это вообще надо? И тем более определенные обиды они стали как бы почвой для того, чтобы это все больше не захватило. И в определенный момент я благополучно ушел из церкви и начал жить такую сразу, причем полностью, такой мирской отвязанной жизни, знаете. И постепенно я начал употреблять нахотики, как бы укусился во все тяжкие, как говорится. И моя жизнь, она неуклонно шла под взрослым. Знаете, чем дальше будет от хода, тем куже. И это падение, оно продолжалось 10 лет. За эти 10 лет разные верующие люди, мои братья и сестры, они пытались мне свидетельствовать, они пытались меня как-то образумить из-за того, что я был достаточно как бы начитанный и такой очень ожесточенный, потому что, когда я находился в отступлении, Дух Святой определенным образом касался меня и обречал меня. И у меня каждый раз был выбор, я становился перед выбором. Мне нужно было либо сдаваться Богу и возвращаться в Его Дом, как в Глубнице, либо мне нужно было каждый раз ожесточать свое сердце на свечу Божьему Богу. И я выбирал ожесточать, я спорил с верующими людьми, я как бы вел себя очень нагло. И понятно, что мой образ жизни, он сказывался на всем, на моем здоровье, на моих отношениях с родными, постоянные проблемы с милицией. Ну, в общем, вот такое вот, знаете. И моя мама, она за всем этим смотрела. Молодой ее сын, шаг за шагом, он как бы опускался, но она молилась. И хотя бывали разные времена, она молилась, и бывало, она приходила домой. Это не один год, вы понимаете, что 10 лет — это достаточно большой сок, это много лет. И она возвращалась домой после усыновения, она говорила, вот сегодня я там приезжал в такой молодой проповедь, я смотрела на сцену и видела там тебя, как ты проповедишь. Я там, да мама, ну что ты, короче, рассказываешь. Я даже не хотел это слушать. И бывали, знаете, очень разные ситуации. Бывали ситуации, где, действительно, уже был присмерт, и мама, она приходила и говорила, давай ты покаешься, давай я позвоню пастя, давай мы помолимся, ты же умрешь, ты пойдешь в ад. Я говорю, мама, я умру наркоманом, я ничего не хочу менять в своей жизни. Вы знаете, и Бог, я верю в большей части по ее молитве, по ее настойчивости, по ее вере, безусловно, по своей великой милости, он продолжал действовать в моей жизни и миловал меня, и был верен в мне даже тогда, когда я был абсолютно не верен в Нему. И в какой-то момент уже, знаете, в пик, как бы, вот этого всего снежного кома, который набрал в моей жизни оборот, я оказался в психбольнице, в отделении для наркоманов, и я там прятался от милиции, потому что было зарядено уголовное дело, я был в розыске, и я, ну как бы, уже понимал, что я умираю по своему состоянию здоровья, по тем всем проблемам, которые у меня были, я уже понимал, что дело движется к концу, и у меня было только одно желание, чтобы меня не закрыли, чтобы не умереть в тюрьме, знаете. И я там поменял фамилию на этой больничке, я там прятался, я там встретил человека, вы знаете, вот интересные божьи пути, потому что я встретил там человека, который тоже был отсюда, он был очень авторитетный там в криминальных кругах, и мы с ним вместе там кололись и общались, и в какой-то момент он начал рассказывать мне все то, что я и так прекрасно знал и слышал много раз, и мы оба сидели просто убитые наркотиками, и он мне говорил о Божьей любви, он мне говорил о том, что Бог, Он есть, и ты не смотри, что я в таком состоянии, он мне говорит, но Бог, Он есть, Он может изменить твою жизнь, может быть все по-другому, и я сидел, слушал его, и за десять лет вот как бы что-то с моим сердцем случилось, я не боялся умереть, но что-то произошло другое, я просто отошел в сторону тогда, я помню, я помолился очень простою молитвой, Господь, если это правда, и ты все еще ищешь меня до сих пор, и это правда то, что волит этот человек, измени мою жизнь, я сдаюсь, и я не собирался возвращаться в свой родной город, но сразу же на следующий день начали происходить события, которые против моей воли я оказался опять дома, и человек, с которым я был близко тогда, в близких отношениях, вне зависимости от меня, начал ходить в общину, и тогда у нас проходил такой альфа-курс, это демонализационное такое случение, наверное, вы слышали, и буквально в первый же день, как я вернулся с этой больнички, я пошел на альфа-курс и попал за столик своей будущей жене, понятно, что я тогда не мог даже думать, что она будет моей женой, потому что я не думал, что это долго проживу, она навряд ли могла тогда у меня рассмотреть своего будущего мужа, потому что то состояние, в котором я был, оно было очень печальное, и я понял, что, ну как бы, я очень сильно нуждаюсь в Боге, и без Бога я безнадежно поражен, и мне нужно просто сдаваться Его любви, и просто цепляться за Него, и просто, если вы позволите употребить такое слово, выгребать, потому что что-то есть от Бога особенное для меня, и хотя я не думал, что в действительности все так будет, что я буду жить так долго, как 11 лет назад уже было, и что в моей судьбе будут такие изменения, и тем более, что я буду пастрем, но это стало началом изменения моей жизни, и я постепенно, шаг за шагом просто делал шаги к Богу, сдаваясь Ему, мне было сложно, я помню первое время, где-то приблизительно первых полтора года, у меня было постоянное искушение, связанное там с наркотиками, с другими вопросами, я думал, боже, ну неужели мне придется с этим бороться всю жизнь, я думаю, даже если мне придется с этим бороться всю жизнь, я буду бороться, только помоги мне с этими искушениями, и я понял еще одну важную вещь, для меня, знаете, вот два таких, не то что два, несколько таких основоположающих откровений, которые помогли мне пройти мой путь и оказаться там, где по милости Божией я сегодня оказался, помимо, понятно, самое главное, это спасение через веру, но для меня были некоторые важные вещи, очень простые, это первое, это понимание того, что я должен сдаться Богу на Его условиях, что я не имею права выставлять Богу условия, как я буду Ему сдаваться и как Он мне должен помогать, я должен сдаться Богу на Его условиях, Его любви и доверить Ему свою жизнь без остатка, не оставляя ничего для себя, понятно, что это процесс, это не происходит, этот процесс до сих пор, и этот процесс до сих пор. Второе, которое важное было, такое для меня понимание, я помню одно, если я не буду служить Богу, я не устою. И вы знаете, иногда, вот я размышляю об этой ситуации, что иногда для человека хорошо оказаться на дне, потому что, по крайней мере, он тогда осознает некоторые вещи по-другому, чем если он, ну как бы, не оттолкнулся от этого, в одно, к сожалению, ну, для меня, по крайней мере, это было так. И еще одно такое важное откровение, которое было для меня, это важность духовной семьи. Важность той духовной семьи, где Бог поместил меня, верность, служение. И мое первое служение, служение, я начинал как бы на Левсенко служить постепенно, но я попал на одну молитву, в Киевскую общину, это наша материнская община, где пастор Борисович Ельсенко. И я попал на молитву за пасторой. И я помню, тогда там в моем сердце очень сильно откликнулось. Я услышал о том, что те, кто молится за пасторе, они имеют особенное благословение, и что это важная стратегическая молитва для общины, для церкви. И я подошел к пасторе и говорю, пасторе, можно я за вас буду молиться? И там, если можно, вы мне будете задавать какие-то направления, по которым я должен молиться. И пастор согласился, и постепенно, я даже сам не ожидая того, Бог меня начал поднимать, и постепенно я был там руководителем домашней группы, руководителем молитвенного служения, старейшиной, вторым пасторем. И постепенно, как бы так получилось, наш пастор сейчас ведет в еврейскую общину для русскоговорящих евреев в Америке, в Сан-Диего. Я сейчас пастор в этой общине, где я есть. И я знаю точно, насколько важно для общины, когда люди общины молятся за пастора и поддерживают его, и какое-то большое благословение для этих людей, потому что стерегущий смоковница, он будет вкушать от плодовли его. И, вы знаете, заканчивая свою карту свидетельства, мне очень понравилась эта атмосфера в вашей церкви, и если вы позволите общение, пару комплиментов, то, во-первых, то, что мне очень понравилось, то, что здесь много детей и молодежи. Вы знаете, это настолько классно, и это в действительности говорит о том, что, как говорил ваш пастор, что это, ну, в действительности будущее. Если правильно вложить и к этому относиться, это будущее. Вот. Мне очень понравилась семейная, свободная атмосфера в вашей общине, и мне очень понравилось прекрасное общение с вашими пасторями вчера в простоте. Знаете, мы так общались, будто мы сто лет знакомы. По крайней мере, это было так для меня. Поэтому я вам хочу сказать, вы извините, но вам очень повезло, что вы находите в своей общине, что вы такие, что у вас такие замечательные пастори, что вы такие замечательные люди друг у друга есть. Вот. Поэтому вам еще раз большой привет с Украины, с Бердичева, от наших мессианских общин и от пасторей, которые приехали со мной. И просто вам большой привет и благословение. И мы участники одного Божьего дела, которое чем дальше, тем больше будет набирать обороты. И я знаю, что такой, знаете, последний шлик. Когда Бог говорил Моисею про то, что я иду спасать свой народ, когда он светился с ним у горящего пуста, я на Моисею подумал, слава Богу, наконец вот пришло это время исполнения пророчек. Но следующее, что сказал ему Бог, пойди, я посылаю тебя. Потому что Бог шел через Моисея. И Бог будет исполнять те пророчества восстановления Израиля. Потому что ни одно другое служение не имеет столько обетования, как служение восстановления и спасения Израиля. Десятки и сотен пророчеств бил. И мы сейчас находимся в это беспрецедентное время, в центре раскрытия этого времени этих пророчеств. И Господь идет спасать свой народ. И Он идет спасать его через нас. Через участие каждого из нас в той духовной семье, на том месте, где Бог поместил нас. Пусть Господь нас в этом сильно благословит и поможет, чтобы мы принесли много плода в Его славу. И вы знаете, у нас Равин из Черновцова попросил меня небольшое одолжение. Его жена известна в украинских мессианских кругах. Она поет и пишет песни, переводит некоторые песни с Еврита, Анжела Портоненко. И у них профессиональная студия, которую они по флохам собирают. И есть записанных несколько альбомов. Это мессианское прославление. Очень качественное, очень заводное. И очень колоритное. Еще и колоритное потому, что там течет не только Еврейсерка, но и Цыганская. Поэтому это очень такое хорошее прославление. И он попросил меня, чтобы продать эти диски. Может, вы захотите приобрести, чтобы у вас было. И эти деньги, это деньги на студию и на развитие этого музыкального служения, которое я передам ему. Поэтому если в конце служения я буду там у столика по демократичным украинским ценам. Если, как говорится, вы захотите, вы сможете приобрести. Спасибо большое и пастырям, и вам. Пусть Господь вас благословит. Очень приятно быть в такой семейной, такой, знаете, еврейской атмосфере. Я почувствовал себя так, как будто я не выезжал из Бердичева. Спасибо. 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 Спасибо.